В этом году Грушинскому фестивалю исполнилось 50 лет. Легендарный слёт любителей бардовской песни плотно врос корнями в историю культурной жизни великой страны. Уже полвека он проходит на радушной и гостеприимной Самарской земле. В одном из самых красивых уголков региона, где могучая Волга и живописные горы создают неповторимый природный ансамбль. Круглую дату отпраздновали с размахом. Благодаря усилиям клуба авторской песни имени Валерия Грушина и всесторонней помощи регионального правительства на поляне обновили инфраструктуру, чтобы гости чувствовали себя на Мострюковских озёрах как дома. Начали, как полагается, с платформы. Теперь это не просто перевалочный пункт, а новая визитная карточка фестиваля. Добраться до Грушинского фестиваля можно разными способами, но, пожалуй, самый проверенный это железнодорожным транспортом. В этом году платформа имени Валерия Грушина претерпела значительные изменения. Здесь организовали концертную площадку, стоянку и зону фудкортов. Находиться здесь одно удовольствие. А в окнах зимний лес, стыки рельс, звоны рек и мост, стук колёс. Раньше такого не было. Очень хорошо. Всё очень сильно поменялось. Прям в лучшую сторону. Сам железнодорожник, поэтому мне всё нравится. Как бы обустройство сделали всё для людей. Одна из главных достопримечательностей поляны – её природная красота. Перед тем, как спуститься вниз, не забывайте, что справа от лестницы находится отличная обзорная площадка. Здесь можно сделать не один десяток замечательных фотографий и селфи на свой смартфон. Металлические ступеньки и земляная насыпь у подножия горы остались в истории. Теперь туристам не придётся падать и спотыкаться в непогоду. Лестница в небо или несколько сотен ступенек, ведущих от платформы Валерия Грушина к основной поляне фестиваля. Это, пожалуй, главный подарок для всех любителей бардовской песни к юбилею в этом году. Можно бесконечно рассказывать о том, что ещё изменилось на Мастрюковской поляне, но лучше увидеть это своими глазами, приехав на фестиваль уже в следующем году. Если вы забронировали дату в календаре и собираетесь посетить Самарскую область летом 24-го года, вам непременно стоит поучаствовать в праздничном шествии перед торжественной церемонией открытия. До церемонии открытия остаётся всего несколько минут, и на поляне Грушинского фестиваля уже начинается праздничное шествие всех собравшихся гостей, поэтов и музыкантов, которые уже через несколько минут придут к главной фестивальной сцене. Ну, конечно, масштабы поражают, отношения людей поражают, всё по-братски, всё тепло. Места на Грушинском фестивале хватило всем, даже Деду Морозу со Снегурочкой. ПЕСНЯ После официальной церемонии открытия мы решили немного перевести дух. Отдохнули в лагере у сцены квартира. Там местные обитатели пустили нас на полевую кухню и рассказали о том, как питаются барды под открытым небом. Что готовите сегодня, что вечером будем кушать? У нас есть чай. Чай, ага, чудесно. Походный, самый лучший. Ага. У нас есть горячая вода всегда, чтобы сделать чай. Тоже важно, да. У нас есть остатки прекрасные ухи. Вот, у нас есть в казане вот такой гуляшек. Так, с сосисками, да? Да. И с капустой. Пожалуйста. Ага. Дальше. И мы приготовили макароны. Ну, макароны такое всегда. Слушайте, ну, прям шведский стол, я вам хочу сказать. Выехать на природу, послушать песни, поесть каши с костра, выпить чаю крепкого, обняться с друзьями – это самое для нас главное. Артисты времени в первый день даром не теряли. Гуляли по центральным улицам палаточного городка, общались с благодарными слушателями, любовались красотами природы и сочиняли новые песни. Ты увидишь чудо, реально. Вот этот фестиваль единственный, который не спит, который всегда в любые времена. Этот грушинский фестиваль – это абсолютно точно батарейка для поколений. День открытия фестиваля и последние часы на поляне – это две истории, которые кардинально отличаются друг от друга. Еще накануне концерта на главной сцене стало известно, что места на основной парковке поляны закончились, но организаторы не растерялись и нашли для гостей запасную стоянку. 50-й грушинский фестиваль наверняка побьет исторический рекорд по количеству посетителей. В день галоконцерта на полене у Мостряковских озер буквально яблоку негде упасть. Туристов не смущает даже пасмурная погода и мелкий дождик. Все с нетерпением ждут галоконцерта на плавучей сцене гитаре. География грушинского фестиваля просто поражает воображение. На интерактивной карте в центре поляны представлены все регионы России и страны ближнего зарубежья. В этом году туристы преодолели тысячи километров, чтобы собраться в Самарской области и послушать любимые песни «У костра вместе». Согласно официальным данным, на юбилей в регион приехали более 56 тысяч человек из 62 регионов России, а также жители Белоруссии и Казахстана. Гости перевоплощали сказочных персонажей и героев фантастических фильмов. Пели песни, читали стихи и просто хорошо проводили время, позабыв о проблемах и домашних хлопотах. Мы рады, что мы, россияне, и что у нас такой праздник, есть 50 лет к грушинскому фестивалю. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Это классно. Поздравляем. Примим в свои прохладные объятия, волною тихо поцелуй в уста. Я к вам пришла, родимые места, и птицею порхнула в травы платья. Ближе к вечеру на поляну обрушилась стихия. В день открытия нам посчастливилось поучаствовать в шествии, которое унесло нас волной на главную сцену. А сейчас на поляне у Мостряковских озер начинается настоящий тропический ливень. Но туристов это не смущает. Некоторые бегут в свои палатки, а большая часть любителей бардовской песни идут по своим бытовым делам. Впрочем, некоторые туристы на дождь не обратили никакого внимания. Приехали с друзьями, поставили там палатки. Сейчас вот ходил, пообедал. Сильный дождь начинается. Да. Но на вашем лице ни капли смущения нет, только капли дождя. Расскажите, в чем секрет. Ну, все-таки это атмосфера Грушинского, и как бы благодаря этому, скорее всего, дождь не замечаешь. В отличие от Ильдара Бадаева, нашей съемочной группе пришлось не сладко. Погода внесла коррективы в нашу работу, теперь придется использовать проводной микрофон, но ничего страшного. Пойдем разговаривать с людьми, узнавать, как они справились со стихией. Что в палатке делали, чем занимались, пока дождик шел? В палатке мы смотрели концерт Урьевского. А на какой сцене он проходил? В колокольчике. Понравилось? Да. Вася, как сегодня зажигал? Да, как всегда. Василий на колокольчиках разогревал публику песни про штучку, которые он никогда и никому не показывал. Пока мой коллега-оператор сушил микрофон, я занимался исследовательской деятельностью. Пытался найти ответ на главный вопрос туристов, сколько же ступеней на обновленной лестнице. Наверняка найдутся те, кто оспорит цифры, которые я озвучу, но в целом попытку можно считать успешной. Ну что, обещал, выполняю. Пока шел дождь и не было возможности снимать на камеру, поднимался вверх к платформе имени Валерия Грушина и насчитал 533 ступеньки. Спускаться вниз удобно, ботинки не скользят. Погрузившись головой в жизнь палаточного городка, мы и не заметили, как поляну у Мострюковских озер окутали сумерки. Люди неспешно потянулись к плавучей сцене-гитаре. К собравшимся с приветственным словом обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во многом благодаря усилиям главы региона инфраструктура у Мострюковских озер преобразилась до неузнаваемости. Глава региона отдельно поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кельмана и вручил ему награду. Памятный знак заслужения людям. Я хочу сказать, что у Грушинского счастливая судьба. В самые сложные моменты его жизни всегда находятся какие-то добрые, сильные, яркие люди, которые берут на себя очень многое и делают очень многое для того, чтобы наш праздник пел, жил, радовался. Вот самые добрые слова хочу сказать в адресе губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича. Потому что он внес колоссальный вклад вот в сегодняшний фестиваль. Фестиваль увезет. Спасибо. Дорогие друзья, фестивалю быть, фестивалю продолжаться. Я уверен, что мы вместе не один юбилей еще отметим. Концерт продлился до поздней ночи. Слушатели смеялись и плакали вместе с лирическими героями песен. Аплодировали авторам-исполнителям, не жалея ладошек, зажигали фонарики мобильных телефонов и покачивали своими гаджетами в такт ритмом любимых песен. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж беззелен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельно. Грушинский фестиваль изменился внешне, но бережно сохранил славные традиции, которые формировались на поляне у Мострюковских озер десятилетиями. Это все те же душевные посиделки у костра, песни о любви и дружбе, веселые байки и бессонные ночи. Только масштаб другой. О фестивале имени Валерия Грушина знают везде, даже далеко за пределами огромной страны. Это уже не просто фестиваль, это часть нашей общей истории.